Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о налоге на недвижимое имущество физических лиц. В последнее время очень много заголовков в интернете, в СМИ, по телевидению о том, что физические лица будут платить налог за каждое недвижимое строение, находящееся на приусадебном участке. Почему-то больше взялись как-то за дачи, о том, что там на дачах будут даже за туалет платиться. В общем, в таком все русле идет. По поводу того, что я нашла информацию, могу сказать однозначно, что то, что говорится в СМИ, ну, мягко сказать, не совсем достоверно. Значит, что случилось? Минфин России опубликовал информацию 22.02.18 по вопросу налогообложения хозяйственных строений и сооружений, расположенных на садовых и дачных участках. Так как вот именно все-таки в русле, в этом русле и шли сообщения. В данном письме Минфин опроверг факт введения нового налога на сараи и туалеты. Чиновники напомнили, что речь идет о налоге на имущество, которым объекты недвижимости, включая хозяйственные постройки по нормам главы 32 Налогового кодекса РФ, с 2015 года включены в перечень объектов налогообложения. Это произошло в связи с принятием федерального закона 30 ноября 2016 года 401 ФСЗ, который вступил в силу с 1 января 2015 года. Ранее, как напоминают специалисты Минфина, с 1992 года действовал закон о налогах на имущество физических лиц от 1991 года, которым объектами налогообложения по налогу на имущество физических лиц признавались любые здания, строения, сооружения, в том числе хозяйственные по строению и сооружения, расположенные на садовых, дачных, земельных участках. Действительно, этот закон закончился как раз в 2015 году. Поэтому, по сути, в обложении имущества граждан, включая сараи и ба, ничего не изменилось. В общем, как мы видим из этого письма, ничего нового недавно не произошло. А что же есть старое? Что говорится в законодательстве, что говорится в налоговом кодексе об оплате именно построек типа сараев и туалетов? В Минфине настаивают, что обложить налогом туалеты, теплицы и даже некоторые виды сараев просто невозможно. Все они обычно являются некапитальными строениями. И регистрировать право собственности на них не нужно. Все, что не является недвижимостью, налогом не облагается. Значит, что платить налог на теплицы и налог на туалеты типа сортир дачникам тоже не придется. Что касается сараев, то их обложат налогом только в том случае, если они не могут быть перемещены без несоразмерного ущерба назначения. Иначе говоря, если у них есть фундамент. Такие хозпостройки как летние кухни, бани, дачные домики. В перечни оболгаемых объектов входят, но только в том случае, если их площадь превышает 50 квадратных метров. Кальгота предусмотрена нормами статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении каждой хозпостройки для всех физлиц без исключения. Кстати, порядок льгот по налогу и на имущество физлиц, как отметил в своей информации Минфин, также отличается от озвученного журналистами. Таким образом, с письмом Минфина мы ознакомились. Теперь давайте перейдем к Налоговому кодексу, а именно главе 32. И она называется у нас Налог на имущество физических лиц, что как раз касается нас, простых граждан, простых обывателей. Давайте определим, кто такие физлица, которые должны платить этот налог. И вообще, что сказано об этом налоговом кодексе. Тут есть несколько статей, посвященных тому, за какие объекты платится налог, кто платит этот налог, как он начисляется. Давайте поподробнее. Статья 339. В общее положение. Говорит о том, что налог на имущество физлиц устанавливается настоящим кодексом и нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных образований. Что интересного в этой статье? Что муниципальные образования дополнительно могут вводить свои какие-то налоги, а также льготы. То есть, часто бывает, что регионы вводят льготы по налогам для многодетных семей. Налоговым кодексом такая льгота не предусмотрена, а на региональном уровне как раз таки бывает прописывать такую льготу. Дальше у нас статья 400. Налогоплательщики. Кто такие? Налогоплательщиками признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 настоящего кодекса. Поехали к статье 401. Это у нас статья называется как объект налогообложения. Таким объектом относятся жилой дом, квартира, комната, гараж, машина, место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения. То есть мы видим, что перчень гораздо шире, чем его сейчас освещают в СМИ. Это не только сарай, туалеты, за которые так переживают, да, там и дома. Это любое, может быть, недвижимое имущество, которое является капитальным строением, на которое есть право собственности. Поехали дальше. Статья 402. Налоговая база. Налоговая база определяется, исходя из кадастровой стоимости. В некоторых случаях из инвентаризационной стоимости. Дальше. Статья 403. Порядок определения налоговой базы, исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения, как его кадастровая стоимость, указана в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. В отношении объекта налогообложения, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется, как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости. Сведения являются основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта. Налоговая база в отношении квартиры определяется, как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры. Налоговая база в отношении комнаты определяется, как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома 50 квадратных метров это как раз та льгота которая дается для жилого дома налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса в состав которого входит хотя бы один жилой дом определяется как его подостровая стоимость уменьшена на 1 миллион рублей в принципе такая дальше мы перейдем к статье 404 порядок определения налоговой базы исходя с инвентаризационной стоимости объекта налогообложения долгого база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как и его инвентаризационная стоимость я счислена с учет коэффициента дефлятора основании последних данных о инвентаризационной стоимости представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 13 года на данный момент конечно пытаются всю налоговую базу перевести на кадастровую стоимость расчисления налоговых налоговых обязательств все-таки хотят больше перевести к тому чтобы исчислять из кадастровой стоимости налоговый период признается один календарный год это указано в статье 405 406 статья налоговые ставки в основном что нас касается то 0 1 процента как раз таки для жилых домов квартир комнат и так далее если сильно долго останавливаться не будут кого кому интересно тоже в принципе открыли налоговый кодекс и прочитали все тут просто налоговые льготы 407 статья здесь целых у нас 15 пунктов в льготники входят те же самые пенсионеры инвалиды и герои честники военнослужащие члены семей военнослужащих граждане уволены уволенные с военной службы выполнявший интернациональный донку в афганистане физлица получаешь перенесу лучевую болезнь родители и супруги военнослужащих физлица осуществляющие профессиональную творческую деятельность в отношении специально оборудованных помещений физические лица в отношении хозяйственных строений или сооружений площадь которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельном участке предоставленных для ведения личного подсобного дачного хозяйства огородничества садоводства или индивидуального жилищного строительства вот это такая самая льгота как можно туалет отнести к налогооблагаемому объекту даже если это будет капитальное строение то ли это явно всегда меньше кого 50 квадратных метров правда ведь это самое основное что им хотела рассказать порядок осчисления сумма налога есть у нас статья 408 и порядок и сроки уплаты налога но налог уплачивается у нас за предыдущий год следующем году получается то есть если 17 год у нас прошел восемнадцатом году до конца года мы должны заплатить этот налог за 17 год вот такие сроки что касается льготников обязательно нужно подавать документы на льготу до 1 апреля года в котором платится налог иначе вы потом утратите право на получение льготы по налогу что касается крыма налоги мы пока не платим на недвижимое имущество так как у нас не определен перечень недвижимого имущества то есть не все внесено на кадастровый учет не поставлено а также нет собственно самой кадастровой стоимости этого имущества нет налоговой базы достаточно для расчета налога так что восемнадцатый год мы еще ничего не платим а за 18 год девятнадцатом году но если успеют то налоговую базу создать значит будем платить если нет значит будем дальше на налоговых каникулах пока до свидания